МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения информационная программа «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Родион Архипов. Планировали сеять сельскохозяйственные культуры, а получили урожай бурьяна и сырников. Такое случается, когда земли сельхозназначения по этому самому назначению не используются. Происходит такое и в Чувашии. О том, как бороться с этим явлением, говорили сегодня на выездном заседании Совета при Министерстве имущественных и земельных отношений. Гектары плодородной земли, которые могли дать хороший урожай. Однако эти сельскохозяйственные земли, расположенные в красивых местах, совсем недалеко от Волги и федеральной трассы М-7, зачастую привлекают не только возможностью пахать и сеять. Нередко ценные гектары оказываются в руках аферистов и так называемых перекупщиков, которые не думают обрабатывать приобретенную землю, ожидают, когда участки, к примеру, переведут в другую категорию – жилищного и дачного строительства. Вблизи города, вот в чем проблема их, в дальнейшем перевод их под дачи или под жилищный строительство. У них одна цель. Но нет цели того, чтобы использовать под сельхозназначение. Эти же собственники не местные. Среди районов, на территории которых чаще всего подобным образом нарушается законодательство, об обороте земель – Чебоксарский и Маргаушский. Всего на сегодняшний день в этом поселении не обрабатываем площадей, которых сельхозназначение более 700 гектаров. Это самые большие площади у нас. Те долевики, которые оформили себе долевые земли, уже фактически вот как раз по мнимым договорам аренды, вернее, мнимым договорам дарения, они свою долю уступили, право доли. И сейчас они уже через купли-продажи зарегистрированы, эти земельные участки, на частные лица, физические лица, которых, честно скажу, мы не видели ни разу. Все долевики оформлены только по дорогам, где, то есть, лакомые куски, так называемые, это около, где расширение населенных пунктов долевой земли, в основном затребованы и зарегистрирована собственность, и те, которые вот привлекательные участки, ближе к Волге, к берегу Волги. С нарушителями Министерство имущественных и земельных отношений борется уже давно. Вероятно, после сегодняшнего объезда к процессу подключатся и общественники. Допустили мы такой факт, что земли, они не обрабатываются, но это и так не должно быть. Исправлять всегда сложнее, вы сами знаете, что исправлять всегда сложнее. Поэтому трудностей много в этом направлении, поэтому и привлекаем общественных деятелей наших. Акты этих проверок, акты, Росреестр привлечем, предписания, которые выдавались. Может быть, по некоторым фактам обращение будет уже не от Минимущества, от общественного совета в правоохранительные органы, вот по указанным фактам. Два участка, которые мы с вами сегодня увидели, к сожалению, вот второй участок, который был в Чебоксайском районе, и по тем анализам, которые были сделаны в лаборатории, восемь лет назад они перестали обрабатываться. И то же самое ситуация получается у нас сегодня по Маргарусскому району. И наша задача сегодня вернуть эти деньги в городскую казну, для того, чтобы в последующем вернуть или их по назначению, земли сельхозоборота, или, вот как был первый пример хороший, отдать многодетным семьям, для того, чтобы они уже вели свои подсобные хозяйства. Некоторые меры к нерадивым собственникам уже применили. Для начала решили ударить по карманам нарушителей. Вопросы использования земель, земель сельхозназначения, неоднократно поднимались сегодня, неоднократно ставились на повестку дня главой Чувашской республики. Михаил Васильевич Игнатьев, действительно, это земли особого значения. И на федеральном уровне на них распространяется специальный закон. Соответственно, обеспечение целевого использования таких земель – это обязанность всех собственников. Там, где сегодня не используется по целевому назначению земельных участков, соответственно, поставлена задача уже применения к этим собственникам повышенной ставки налогообложения. Так или иначе, за возвращение земель в сельхозоборот взялась целая команда. Возможно, уже следующей весной вместо сырников на участках зазеленеют роски культурных растений. Ольга Пыречкина, Светлана Аликимова, Андрей Спиридонов, Республика. Депутаты Госдумы приняли закон о снижении страховых взносов для индивидуальных предпринимателей. Если документ одобрят, Совет Федерации и Президент России, он вступит в силу с 1 января 2014 года. Сообщают РИА Новости. С начала этого года изменился порядок начисления страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и тех, кто занимается частной практикой. За основу стали брать двойной минимальный размер оплаты труда вместо одного. В результате платежи ИП сильно выросли. Примерно с 17 тысяч рублей до 36 тысяч. А число предпринимателей резко сократилось. Такой подъем кому-то оказался не по силам. Инициатива поменять порядок начислений возникла в связи с тем, что сложилась абсурдная ситуация. Хотели как лучше, по справедливости, объясняли сторонники изменений. Социальные налоги у наемных работников выходили гораздо выше, чем у индивидуальных предпринимателей. При этом и те, и другие одинаково претендовали на пенсионные права. Что теперь? По закону, принятому сегодня Госдумой, для ИП с годовым оборотом до 300 тысяч рублей сохраняется ставка, исходя из одного мрот. Для тех, у кого выше, исходя из одного мрот и одного процента от оборота. При этом предусмотрен определенный потолок. Согласно документу, индивидуальным предпринимателям не нужно предоставлять дополнительную отчетность по уплате страховых взносов в пенсионный фонд. Большинству россиян повезло меньше, чем жителям нашего региона. Такой вывод можно сделать по результатам рейтинга российского информагентства новости. Дело в том, что по итогам 2012 года Чувашия вошла в первую двадцатку регионов страны и первую тройку регионов ПФО с самой низкой долей затрат на жилищно-коммунальные услуги. 8931 рубль. Такую сумму, по данным РИА Новости, тратит в месяц среднестатистический житель Чувашии на потребительские расходы. Из этих денег лишь 7,92% приходится отдавать за жилищно-коммунальные услуги. Если перевести проценты в деньги, то получится чуть больше 700 рублей на каждого члена семьи. Для сравнения, жителям Преамурья, Камчатки и Магаданской области приходится отдавать на жилищно-коммунальные услуги от 12 до 14%. При этом самый низкий показатель в Чечне – менее 1%. Ну а средний российский показатель составил 8,8%. Менингит. В последнее время это слово все чаще встречается в заголовках СМИ. Началось все с массовой вспышки этого заболевания в Ростове-на-Дону. Там заболели 189 человек. Затем появились больные в Челябинске, Рязани, Ярославской области и Липецке. О том, что это – эпидемия или обычная для летнего сезона ситуация, и угрожает ли заболевание жителям Чувашии, говорили сегодня в Министерстве здравоохранения Республики. Высокая температура, головная боль, рвота. Именно эти признаки указывают на то, что человек может быть болен менингитом. С таким диагнозом этим летом в больницах уже оказались десятки россиян из разных регионов страны. Среди заболевших в основном дети и подростки. Впрочем, медики заявляют, ни о какой эпидемии речи не идет. Вполне стандартная ситуация для этого времени года. В Чувашии также никакого аномального роста заболеваемости нет. В текущем году за полугодие всего зарегистрировано у нас два случая интервирусной инфекции. И в том числе, и при этом один случай как раз интервирусного менингита. Нужно отметить, что интервирусная инфекция имеет сезонность. Сезонность, она летне-осенняя. И, как правило, связана именно с водным фактором, прежде всего с купанием. Эпизоды, выявленные в Чувашии, со случаями заболевания в других городах никак не связаны. Но чтобы ситуация в регионе оставалась спокойной и дальше, Роспотребнадзор контролирует все, что может стать источником заражения. На особом контроле водоемы. В этом году у нас в Чебоксаре открылись четыре пляжа. Это центральный пляж Мородин, Ловосельский и Левобережный. До открытия эти пляжи были обследованы нашими специалистами. Проводились лабораторные исследования воды. Они соответствовали гигиениским нормативам. Проводится постоянный контроль за качеством и безопасностью питьевого, хозяйственного, бытового водоснабжения. Однако периодически в пробах сточных вод интервирус, который может привести в том числе и к менингиту, все же выявляют. Специалисты отмечают, от возможности заболеть никто не застрахован. Надо отметить, что все-таки в Чувашской республике в случае интервирусной инфекции регистрируются единичные случаи. Методом ПЦР-диагностики в сточной воде подтверждается наличие вирусов, возбудителя этой инфекции. И несмотря на то, что показатели лабораторных исследований качества воды, пищевых продуктов у нас лучше, чем в прошлом году, тем не менее, мы не защищены. То есть не могу сказать, что не будет случаев этой инфекции. Пути заражения у этого заболевания весьма разнообразны. Передаваться также вирус может через грязные руки, плохо вымытые фрукты, через пищевые продукты. В местах массового скопления людей также, возможно, происходит воздушно-капельным путем заражение. Иными словами, правила элементарной личной гигиены никто не отменял. В условиях, когда по стране регистрируют все новые случаи заболевания, соблюдение пресловутого правила «мойте руки перед едой» может спасти здоровье и даже жизнь. Июньские праздники прошли без особых происшествий. Более полутора тысяч полицейских следили за порядком на дне республики и во время проведения школьных выпускных. Об этом доложил начальник столичного управления МВД Валерий Жуковец на заседании Чебоксарского городского собрания депутатов. На улицах нашего города становится безопаснее, подчеркивают правоохранители. Преступлений в Чебоксарах стало меньше на 10% по сравнению с прошлым годом. Снизился и уровень тяжких, и особо тяжких. Не допущено серьезных нарушений общественного порядка и иных противоправных действий в период проведения выпускных вечеров в Троице при праздновании Дня Республики. В летнее время, когда купальный сезон в разгаре, особое внимание уделяется безопасности горожан в местах отдыха. На центральном пляже города установлено видеонаблюдение. Патрулируют полицейские на скутерах. С начала купального сезона там зарегистрировано только два преступления. Кража сумки и велосипеда. В Заволжье следят за порядком два экипажа полицейских. Мы для себя определили, скажем так, 10-минутный порог прибытия сотрудника по любому сообщению человека. По любому. Ну, практически стопроцентное у нас выполнение этого, скажем так, норматива. Депутаты городского собрания единогласно поддержали передачу школы Олимпийского резерва по спортивной гимнастике в государственную собственность Чувашской республики. Раньше она принадлежала городу. Дмитрий Точилов, Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. В детском лагере «Золотой колос» новый скандал. 18-летний вожатый нанес побои 10-летнему воспитаннику лагеря. Этот же вожатый, как оказалось, участвовал в издевательствах над детьми, которые были сняты на камеру мобильного телефона и выложены в сеть 25 июня. Не прошло и двух недель со дня, когда в сеть попала съемка издевательств над детьми в «Золотом колосе». Как тот же лагерь снова оказался в ленте криминальных новостей. Вечером 3 июня вожатый младшего отряда ударил своих воспитанников по лицу. На следующий день один из мальчиков уехал домой. И возвращаться в лагерь, по словам родителей, он не собирался. Сейчас следственный отдел занимается поиском других пострадавших детей. Как следует из материалов дела, подозреваемый в 2010 году привлекался к уголовной ответственности за кражу. Следует отметить, что он является одним из участников издевательств над малолетними воспитанниками лагеря, которые участники запечатлили на камеру, а диджей лагеря выложил на своей странице в социальной сети. О нанесении подозреваемым побоев 10-летнему мальчику сообщила мать последнего после размещения в СМИ призыва следователей к родителям, чьи дети, возможно, также пострадали от неправомерных действий вожатых во время пребывания в этом лагере. Кроме того, следователям приняты меры к установлению обстоятельств посолствовавших совершение преступления, по результатам чего министру образования и молодежной политики Чуваша направлено представление об их устранении. Так, по данным следствия, должностными лицами именобразования республики надлежащая работа по подбору и подготовке кадров для работы с детьми в качестве вожатых в лагере «Золотой голос» к эффективному мониторингу их деятельности на предмет педагогической компетентности не велась. Более того, к работе с детьми даже были допущены лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. Министерство не проинформировало общественность о том, куда детям необходимо обратиться в случае нарушения их прав со стороны вожатых либо руководства лагеря. Данное обстоятельство препятствовало получению информации о реальном положении дел в детском оздоровительном лагере «Золотой голос» и немедленному реагированию для защиты прав несовершеннолетних. Следователям предложено принять меры по недопущению впредь подобных нарушений и привлечь виновных должностных лиц вне образования Чуваша к дисциплинарной ответственности. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике призывает родителей, чьи дети могли пострадать от неправомерных действий сотрудников указанного в лагере, сообщить об этих действиях следователям по телефону. 580-582. Дарина Игнатьева, Республика. В заволжском филиале 1-й Чебоксарской городской больницы открылось хозорасчетное отделение сестринского ухода. В Чуваше уже существует подобное отделение, но их недостаточно. О том, как работает заволжское отделение, узнавала наша съемочная группа. Отделение сестринского ухода уже готово принимать пациентов. Из 7 мест занято 2. Они размещаются в 2-х и 3-х местных палатах под присмотром нескольких медсестер, которые имеют большой стаж работы и высокую квалификацию. Необходимость открытия таких отделений – это требование времени. Терапевтическое отделение в Сосновке существует издавна, но в настоящее время возникла необходимость создания коек сестеринского ухода из-за демографических отклонений, которые мы на сегодня наблюдаем. Растет довольно-таки большое количество лиц пожилого, престарелого возраста, инвалидов, 1-й и 2-й групп и так далее. Часть из них нуждается в особом уходе. Средние сроки пребывания в отделении – 30 дней, но при желании этот срок можно продлить. Стоимость составляет около 700 рублей в сутки. Пятиразовое питание, оказание необходимой медицинской помощи, живое общение и свежий волжский воздух – все это помогает выздоровлению. Стандарт лечения входит в оказание необходимой медицинской помощи по лицам престарелого возраста. Это применение препаратов, улучшающих мозговую деятельность. Ну а дальше, естественно, все то, что будет необходимо для того или иного человека. Такой индивидуальный подход позволяет пациентам быть более активными, несмотря на свой солидный возраст. У нас еще есть кресло. Он его стал активно использовать в начале этой недели. Первую неделю он был в пределах палаты. Передвигался плоховато. Но сейчас он топает с упорой на костыль. Желающих попасть в Заволжье уже немало. Это жители разных районов республики и других городов России. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика. Краевед из Алатаря, сотрудник городской библиотеки, заинтересовался историей города начала 19 века. Оказалось, что жители Алатаря внесли огромный вклад в победу над французскими захватчиками. Уроженцы этого города отстаивали Москву, сражались на Бородинском поле, штурмовали Париж. Рядовые солдаты, командиры рот и даже генерал. С каждым годом историки раскрывают современникам новые имена героев войны 1812 года. В то время одну из род симбирского ополчения сформировали именно в Алатаре. Манекены в мундирах и рейтузах, раритетные шахматы и фигурки солдат. Эти экспонаты еще недавно украшали выставку, посвященную войне с Наполеоном. В залах Краеведческого музея Алатари она проработала долго. Сейчас в архивах сохранились уникальные документы уроженцев города, которые сражались против французов. Знаменитый генерал Петр Кикин, офицер штаба Кутузова, отличился во многих боях. На Бордино освобождал батарею Раевского, участвовал во взятии Парижа. Историки утверждают, что после его письма Александр I подписал манифест о возведении храма Христа Спасителя в память о воинах. Сам Петр Андреевич был записан в гвардии еще в младенческом возрасте. В 1796 году при Павле I начал службу в лейб-гвардии Семеновском полку. Александр I произвел во флигли адъютанты свиты. Он отличился в сражениях русско-турецкой войны. В 1806-1807 году. За что получил золотую шпагу с надписью «За храбрость». Неизвестные подробности об участниках этой войны Михаил Скрипин начал изучать давно. Благодаря его трудам жители города узнали о многих солдатах и офицерах. В XIX веке именно из этого города на поля сражений уезжали ратники симбирского ополчения. Подлинные свидетельства этого похода сохранились в местных храмах. На подвиги солдатов благословили иконы усекновения главы Иоанна Крестителя. Есть дарственная надпись, которая говорит о том, что эта икона была подарена государем Иоанном Васильевичем в благословение граду Аллатырю. С этой иконой совершались крестные ходы на крещение Господня зимой. С этой иконой благословлялось ополчение. Правда, самой иконы в городе сейчас не осталось. В память об участнике войны на территории женского монастыря хранится часть надгробия. Но раньше в городе существовал и настоящий некрополь воинов. Стояла красивая церковь, Успенская церковь, построенная на средства генеральши Иевлева еще в XVIII веке. А в XIX веке эта церковь была своеобразным памятником войны 1612 года. Церковь разрушили, вместе с храмом были уничтожены и могилы. Вообще, говорит Михаил, с каждым годом все сложнее раскрывать имена рядовых солдат. Об офицерах знают все, впереди громоздкая работа. Краевед мечтает изучить как можно больше неизвестных страниц войны с Таполеоном. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика. Крупнейший российский автопроизводитель Автоваз начал производство «Лады Калины» второго поколения. Продажи новинки уже идут в салоне «Чебоксары Лада», который является официальным дистрибьютором автозаводов «Чувашия». Репортаж об этом впереди, а я с вами прощаюсь. До свидания. Посетители официального дилера «Чебоксары Лада» в Новочебоксарске смогли увидеть «Калину», прошедшую рестайлинг. По случаю премьеры нового автомобиля в республике в Первом дилерском центре прошел большой праздник. Для гостей представлены яркий модельный ряд «Лады», фуршеты, насыщенная шоу-программа, вокальные номера, детско-аниматорская зона с веселыми играми, конкурсы и ценные призы. Дамы и господа, встречайте «Лада Калина-2». Ваши аплодисменты! На подиуме красуется автомобиль, обновленный хэтчбэк «Лада Калина» 2013 модельного года. Автомобиль приобрел вид современного и спортивного кара. Стоит отметить, что это первые изменения, которые были внесены в экстерьер и интерьер машины с момента начала продажи в 2004 году. Первое авто поступило в «Чебоксары Лада» 1 июля. Продажи в дилерском автосалоне уже начались. Будет и по заказу привозиться автомобиль, и поступать просто так в продажу. На данный момент у нас более 30 автомобилей на стоянке. Соответственно, в этом месяце будет еще. А так планируется пока. По 30-40 автомобилей в месяц будут в свободной продаже. На что падает взор сразу – это новый кузов. Передняя часть автомобиля обзавелась новой оригинальной оптикой, агрессивным бампером с огромной пастью воздухозаборника, стильными вставками, на которых разместились противотуманки, капотом с выступающими ребрами. При взгляде сбоку на новый кузов «Лада Калина» сразу заметно увеличившиеся в объеме колесные арки. С гармоничными широкими выштамповками по кромке. Но общий силуэт, знакомый глазу, не изменился. В салоне – новая торпеда, центральная консоль, баранка, панель приборов, переднее кресло. Все стало заметно удобнее. Модернизация затронула и техническую начинку авто. Такие опции в автомобиле, как антивлокировочная система тормоза, подушка безопасности, теперь выходит и в комплектации нормы и стандарт, в отличие от предыдущей «Калины», на которой выходила только в топовой комплектации. В топовой комплектации «Калина-2» уже будет система курсовой устойчивости. Это что касается безопасности. Также добавляется новый силовой агрегат, новый двигатель «21-127» с тросовым приводом с увеличенной мощностью 106.11. Новая «Калина» стала более комфортабельной и одновременно драйверской на ходу. Убедиться в правдивости этих утверждений можно только на тест-драйве. Новый автомобиль будет выпускаться в кузове «Универсал» и «Хэтчбэк». В продажу новинка поступила в «Чебоксары-Ладо» уже сейчас. По цене – 324 тысячи рублей за «Хэтчбэк» в начальном уровне комплектации «Стандарт». Версия «Люкс» оценивается в 445 тысяч рублей. Стоимость нормы составляет 372 тысячи. Выбрать свою новую «Калину» официального дилера в Чувашии можно в удобное время в автосалоне «Чебоксары-Ладо» в Новочебоксарске с 8 утра до 8 часов вечера в любой день недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова